всем привет с вами Игорь и сегодня видео будет из рубрики энергосбережения там у меня есть новый плейлист на канале я сделал так и называется энергосбережение я оставлю ссылку под видео на этот плейлист под этим видео сегодня хочу поговорить про утепление потолка вообще я не устану говорить я всегда говорил говорю и буду говорить всегда что именно энергосбережение это самое главное самое главное самое первое утепление дома и там все остальное всякие светлодиодные лампочки и т.д. и т.п. там способов экономить энергию море море не ухудшающий при том свой образ жизни при этом то есть не ухудшающий вот так как самое главное это вот именно вот с этого начинается я считаю всякая наша альтернатива начинается именно с энергосбережения и утепления наших жилищ домов потом уже ветряки тепловые насосы солнечные панели коллектора какие-то там и что-то еще какие-то пиролизные котлы сейчас там модные вот там длительного горения все такое но самое первое это надо утеплить дом то есть вложить сначала все свои ресурсы материальные физические даже если вы думаете да что лучше мне сначала сделать там есть какие-то деньги утеплить дом или купить какой-то новый теплогенератор ну там котел тепловой насос сделать или купить то однозначно это просто однозначно что надо сначала утеплить помещение а потом уже думать про какие-то там пиролизные котлы и тепловые насосы ну и все остальное чтобы вам вырабатывать меньше энергии он может быть там у вас сейчас надо 20 киловатт на дом да если он не утепленный а при хорошей утепленности его надо будет всего там 10 киловатт или даже 5 вот и вам меньше надо будет тот же котел покупать тот же дровяной там или какой-то или там тепловой насос сделать меньше и даже в одни выгоды смысл короче топить атмосферу смысла никакого нет наши наши альтернативная наша энергия от это альтернативная она совсем не дешевая вот и мы вложили в нее кучу денег и чтобы она уходила куда-то там в атмосферу ну это абсурд это неправильно до сих пор до сих пор знаю людей и дома в которых окна с одним стеклом представьте себе с одним стеклом это не то что там бомжи какие-то живут или алкоголики какие-то такие люди социально не нормальные люди живут такими окнами представьте себе по них течет конденсат зимой стены в них силикатного кирпича но зато они купили новый пиролизный котел там с автоматической загрузкой там он что-то стоит кучу денег и хвастаются что у них там одна загрузка в сутки но зато тележка дров одна тележка но зато в сутки один раз они загружают большая такая тележка вот ну это ихнее дело конечно но я считаю что правильно сначала утеплиться а потом уже заниматься всякой альтернативой у меня как у меня утеплен потолок вот потолок между прочим утеплять проще всего на стены там до затраты больше потому что там надо покупать пенопласт там то да сё много работы а потолок проще всего это обычные опилки обычные пилки тырса вот пожалуйста вот она видите опилочки с пилорамы с подциркулярной пилы вот если у вас там то я думаю пилорамы везде есть поэтому проблем набрать опилок где-нибудь нет вообще нет это вообще я считаю для потолка это идеальный утеплитель идеальный он хорош во всех отношениях во всех бесплатный экологически чистый 2 тут химии никакой нет это дерево просто дерево вот гироскопичный то есть он впитывает лишнюю влагу у вас помещение и отдает ее на чердак у меня на чердаке как и у всех очень сухо вот поэтому вот это вот объем тырсы опилок он выполняет как бы регулятор влажности лишнюю забирает влагу только единственное что нигде в потолке не должно быть никакой пленки и там все такое что не пропускает влагу только дерево у меня потолок просто деревянный снизу подбита фанера потом доски потом а ну да и на доске насыпано вот это вот опилки терса таким слоем примерно этого достаточно больше и не надо надо брать именно опилки терсу мелкую с под пилорамы или циркулярной пилы стружка от фуганка она не годится она крупная и у нее тепло такие удерживающие свойства намного хуже то есть суть в том что она мелкая я даже когда я возил у себя потому что я работаю на мебели в мебельном цеху у нас две пилорамы есть на территории когда я возил даже брал сухую но когда не было сухой брал даже сырую брал сырую терсу засыпал и она тут летом две недели высыхает полностью на порах она сухая как пыль полностью высыхает так что рассыпается она высохнет на чердаке по любому вот мыши насчет мишей ну что мыши мыши в ней не роют ну как не можно рыть она она засыпается нора она держаться не будет она просто засыпает как она здесь будет рыть она у меня ничем не закрыта просто как вы видите насыпано вот слоем там кот сюда тоже свободно имеет доступ он себе здесь лазит зимой там когда вот начинают мыши лезть уже в дом у нее доступ сюда есть он себе вылез тут полазил полякал их там половил что ему надо тут им спрятаться негде от кота даже если она как-то там умудриться в терсу где-то запрятаться в опилке он ее откопает легко уже это опилки ну таких нор тут у меня нет это опилки я же говорю что вот насчет мышей тоже нормально все вот так что я же говорю одни преимущества опилки это идеальный вариант утепление для потолка сверху насыпаете и все и вам ничего у меня даже в доме кому интересно там меня спрашивали даже нет вентиляции нет вентиляции и она мне практически не нужна как правильно там писали в комментариях через вентиляцию много уходит тепла а у меня в доме при том не сыро ну сыро когда вообще сырость повышенная может быть только летом когда не работает отопление зимой сырости быть в доме не должно и не может быть мужа работает отопление какое там оно не было оно работает а вот летом когда отопление не работает может быть повышенная сырость но у меня это если ну так немного чувствуется что вроде как есть он не так как зимой зимой конечно суше но так что что-то цвело там грибки какие-то там или сыростью там смердела ну такого нет вообще в принципе не вот ну что у меня пол подпольное помещение гидроизолировано от земли вот в этом наверно вся суть получается что гидроизолировать подпольное помещение чтоб от земли не тянуло влагу а потолок оставить без гидроизоляции на потолке не надо то есть пускай себе через потолок влага уходит вот как у меня она уходит ее вот это тырса пилки сухие они вытягивают из дома можно так сказать почему это еще важно потому что у меня получается стены утеплены пенопластом а пенопласт он вообще не пропускает влагу это все равно что дома вернуть пленкой то есть стены уже не дышат если раньше стены дышали то сейчас они не дышат но это побочный эффект такой пенопласта самый дешевый утеплитель если минвата утеплитесь это будет лучше минвата она дышит хороший теплоизолятор и дышит и после того как я утеплился пенопластом немного повысилась влажность в доме то есть если летом тогда было очень так сухо и летом и зимой то есть влага уходила через стены то теперь она перестала и немного повысилась влажность немного оно стало и прохладней за счет пенопласта то что стены нагреваются но и немного влажность повысилась но от этого тырса потолок у меня я же говорю ничем от влаги не закрыт вот то есть влага спокойно через потолок уходит на чердак и улетучивается вот обязательно низный пол гидроизоляция подпольное помещение вверх потолок не ставим гидроизоляции все и влага себе будет уходить если у нас стены уже не дышат потому что они утеплены пенопластом вот так вот я вхожусь вполне без вентиляции она мне не нужна вполне нормально форточка летом открыта вот поэтому я же говорю тем более у меня еще есть печка там труба дымоходная она тоже как бы выполняет роль вентиляции хотя она задвижкой закрыта почти постоянно но там она просачивается нормально вот вот я хотел в этом видео вот еще рассказать именно про утепление еще почему вот это актуально наше энергосбережение у нас в украине дорожает свет осенью примерно в два раза это уже запланировало это уже все знают и поэтому вот это энергосбережение наше станет еще больше актуально еще больше а сберегать энергию экономить я вам скажу можно там всякими всякими способами это и утепление дома прежде всего потолка стен там не плейлисте кстати есть как окна утеплить мыши через окна тоже большие теплопотери если электричество экономить в этом то тут светлодиодные лампочки вот у меня был компьютер старый такой он тянул 350 ватт представьте себе 350 ватт там ноутбук они мало тянут энергии они намного экономичнее за системник два кулера там два кулера или сколько там я не знаю не разбирал там реально теплый воздух системник отдул даже если он там особо вот там он и не мог ничего особо делать там такой старый примитивно 350 ватт он тянул и ну если несколько часов посидеть возле него там фильм посмотреть или что то это нормальная энергия он натягивает поэтому тут тоже можно экономить там планшет или нетбук ноутбук они мало тянут энергии они намного экономичнее за системники компьютеры насос у меня который качает в системе теплового насоса есть у меня насос который перекачивает воду скважины в другую скважину тянет 110 ватт 110 ватт это скважинный насос вихревого типа он тянет 100 где я не понимаю для чего ставить там киловаттные насосы 1 и 1 киловатта полтора киловатта насосные станции на старте насос еще больше берет а стартует он когда он в станции в режиме станции очень часто там только краник открыл запустился пять минут запустился опять это все электроэнергия ну зачем этот насос и кстати я про него отдельное видео сниму там все параметры как и у обычного насоса скважина только меньше объемная подача но для дома и вот так вот хватит для домашнего пользования той воды хватит с головой там у него всос столько же метров глубина подача тоже нормальная вверх там давление нормально 110 ватт всего берет я проверял даже вот метром я наверное сделаю про него отдельное видео поэтому еще раз скажу и никогда вот не устану повторять самое первое в нашей альтернативе и не только для тех кто занимается альтернативой кто занимается альтернативой самое первое это утеплить наше помещение сделать все по энергосбережению там принять все меры пускай это стоит денег затрат но новом по любому окупится по любому если вам там не окупится может быть ветряк или солнечные панели вы там думаете не окупится но оно тоже окупится то вот это вот энергосбережение вот окупится однозначно это сто процентов это бесспорно даже вот это вот окупится всегда вот ну вот вроде бы все что я хотел сказать если у кого-то какие то есть вопросы рекомендации пишите в комментариях все всем пока до следующего видео